МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире День города. В студии Максим Васильев. Я и мои коллеги расскажем о самых интересных, на наш взгляд, событиях к этому часу. Рухнувшие небеса в одном из рязанских домов прямо на головы жильцов обрушился потолок. Изъятие для забывчивых? Разъясняем правила владения оружием. Перпетум Мобиле по-рязански. Кандидат технических наук ищет сенсации. Негостеприимно с аутсайдером. Футбольный клуб Рязань провел последний домашний матч в этом году. Жителям одного из домов Рязани откровенно не повезло. Прямо во время капитального ремонта им на головы буквально обрушился потолок. По счастливой случайности никто не пострадал. С места событий. Анна Герцовская. Жители дома номер 7, расположенного на проезде Грибоедова, встретили утро 4 ноября под открытым небом. В ходе выполнения капитального ремонта крыши в квартире номер 6 обрушился потолок. Происшествие случилось на кухне примерно в 10 утра после того, как жильцы коммунальной квартиры позавтракали. Двое детей в этот момент спали в комнате. Только ушли мы из кухни. И тут что творилось? Открыл дверь, а тут я думала, пожар. Ну и все, дым, кирпичи валились, вот эти бревна там какие. Ой, что было, это видеть надо, это ужас. Как говорят жильцы, их никто не предупреждал, что в доме начался капитальный ремонт крыши. Паспорта объекта рядом с домом также нет. Когда жильцы поняли, что происходит ремонт, они попытались поговорить с рабочими. Утром я вышла на улицу, предупредила их, что у нас перекрытия деревянные, что у нас крыша деревянная, она может рухнуть. Как говорят жильцы, изначально рабочие побросали остатки старой крыши на землю. Много мусора рухнуло на балконы. В результате падения бревен у жильцов были оторваны телевизионные антенны. Затем рабочие взгромоздили огромный контейнер на крышу. Жильцы уверены, что именно он стал причиной обрушений. Сейчас лампочки, которые были вставлены в подвесной потолок, собраны в одну охапку. Кроме этого, на кухне нет газа. Вот эту газовую плиту нам не велели включать, потому что у нас здесь не ведутся ремонтные работы. Вот, смотрите, вторые сутки у нас висит вот эта сопля. Никто ничего не делает, блин. Детей я не могу привезти. Вот женщина пожилая, она даже не может разогреть себе покушать. Я им просила, ходила, чтобы разогрели. По словам жильцов, первостепенный разбор завалов на кухне выполнил подрядчик. Теперь граждане ждут обещанного ремонта. Конечно, все будет сделано в лучшем виде. А когда? Ну, перекрытие там уже восстановили. Ремонт в квартире. Сейчас как бы общаемся с жительницей. Решаем. А как вы думаете, почему произошло вот это вот обрушение? Старый дом, гнилые перекрытия. Что, хоть дом, столько лет. Несмотря на то, что сейчас дыра на кухне заделана, через нее просачивается дождевая вода. Кроме того, обрушения штукатурки произошли в коридоре квартиры. Также в комнате, где проживают дети, случилось провисание натяжного потолка. На него тоже что-то обрушилось. Пока дети у родственников, и их жизням ничто не угрожает. Однако сами жильцы переживают за свою безопасность. Анна Герцовская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». В России предложили изменить возраст на право владения некоторыми видами оружия. В письме на имя главы МВД Владимира Колокольцева, инициатор закона, руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предлагает повысить возрастной ценз до 21 года для владельцев охотничьего и огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия. Сотрудники Рязанского отделения Росгвардии решили напомнить основные постулаты законов. Марина Комиссарова все уточнила. В условиях пандемии 1 августа 2020 года вышло распоряжение, согласно которому продлили срок действия разрешительных документов. Распространялось это на те случаи, при которых срок действия оканчивался в период с 6 апреля по 1 ноября 2020 года. В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об оружии, подача документов на продление разрешительных документов должна быть осуществлена не менее чем за месяц до их окончания. То есть продленные сроки тоже подошли к концу. За нарушение сроков перерегистрации оружия грозит штраф. Физические лица заплатят от 1 до 3 тысяч рублей, должностные до 5 тысяч рублей. Также управление Росгвардии Паризанской области предупреждает, что в случае неподачи документов на продление разрешений до 1 декабря 2020 года будут приниматься меры к изъятию указанного оружия. Учитывая эпидемиологическую обстановку, заявление на перерегистрацию Росгвардии рекомендуют подавать в электронном виде через единый портал государственных и муниципальных услуг. Помимо удобной формы подачи заявлений без необходимости покидать рабочее место или выходить из дома, поданное через госуслуги заявление позволяет получить скидку в 30% на оплату госпошлины. Владельцам надлежит обеспечить безопасность хранения этого оружия и исключающим доступ к нему посторонних лиц. Для этого оружие хранится в сейфах, в металлических ящиках, по месту жительства или по месту временного пребывания владельцев. Сотрудники Росгвардии, сотрудники органов внутренних дел имеют право проверять условия сохранности оружия гражданам. Хранить оружие по закону может только получивший соответствующее разрешение гражданин, передавать свое оружие третьим лицам запрещено. Сотрудники Росгвардии напоминают о запрете носить оружие в состоянии опьянения при проведении митингов, уличных шествий, демонстраций пикетирования и других массовых публичных мероприятий. Нарушение правил хранения, ношения или уничтожения оружия и патронов к нему влечет ответственность вплоть до уголовной. В период пандемии резко активизировались разного рода мошенники и аферисты. По квартирной обходы сегодня уже не редкость, поэтому пенсионный фонд России в очередной раз предупреждает – не поддавайтесь на уловки и уговоры. В разных регионах страны участились случаи визитов незнакомцев к пожилым людям. Часто гости представляются сотрудниками государственных учреждений, в том числе и пенсионного фонда. Как выясняется, в большинстве случаев, точнее во всех случаях, звонившие или визитеры являются гражданами с меркантильными интересами или попусту мошенниками. Эта информация, она достаточно актуальна сейчас, в период пандемии, и вынуждена изоляция многих пенсионеров, когда они сидят дома. Обычно доверчивых пенсионеров просят сразу предъявить паспорт с НИЛС или другие документы, чтобы сверить базу данных для назначения выплат. А затем предлагают приобрести по низкой цене льготные лекарства и предметы домашнего обихота. Вот здесь надо быть на чеку. Сообщаем, что сотрудники пенсионного фонда не совершают по квартирный обход населения, не уточняют личные данные путем незапланированных визитов. Сотрудник ПФР может приехать к пенсионеру только если это ветеран Великой Отечественной войны, лицо старше 80 лет и если этот визит заранее обговорен. Пенсионный фонд России в очередной раз напоминает, что индивидуальные звонки на дом, обзвон или обход по квартирам его сотрудники не производят. Поэтому сообщать свои персональные данные, номера банковских карт посторонним лицам крайне нежелательно. Лучше сразу звонить в полицию. А любые консультации, которые связаны с пенсионным обеспечением, доступны на официальном сайте и по телефону в горячей линии 30-30-30. Максим Яковлев, Михаил Азуткин, телекомпания «Город». Мечту многих фантастов и идею фикс Кулибиных всего мира воплотил в жизнь один из рязанских ученых. Он изобрел ни много ни мало вечный двигатель. Ну или думает, что изобрел. Валерий Седов все проверил. Металлическое колесо со спицами из ниток. Это и есть вечный двигатель, который изобрел рязанец Евгений Трунин. На первый взгляд колесо вращается без дополнительных усилий. Своё творение изобретатель разрешает нам осмотреть со всех сторон. Проводков и моторчиков наша съемочная группа не заметила. Похоже, колесо вращается само по себе. В воздухе находится огромное количество энергии. При комнатной температуре одна молекула имеет энергию порядка 0,03 электронвольта. Учитывая то, что число вагадра 6 на 10 в 23-й, то в кубометре содержится примерно 3 на 10 пятой джоулей энергии. И если хотя бы часть отбирать, то это будет какой-то, так сказать, достаточно надежный источник энергии. Евгений Трунин говорит, что перед нами, по сути, вечный двигатель второго рода. Хотя второй закон термодинамики существования такого двигателя и отрицает. Но в этом смысле доказывать ничего не нужно, считает изобретатель. Закон, дескать, действует только на замкнутые системы. А здесь часть колеса находится в комнате, а другая под полиэтиленовой пленкой. Как объяснил Евгений, тут две разные среды. В одной газ в квасе в замкнутом объеме, другая – естественная. На воздухе происходит обмен энергии, из-за чего колесо вращается. И хоть покрути его в другую сторону, оно в скором времени вернется в свое прежнее состояние. Это можно использовать, ну, например, для прокачки воды, для опреснения и вот так далее. То есть она будет работать, эта конструкция, в отличие от, например, солнечной энергетики, и днем, и ночью. Потому что освещение солнцем – это как бы не носит принципиально важного характера. Во время интервью вечный двигатель вращаться почему-то перестал. Оказалось, испарился газ. Но немного усилий, добавление воды и колесо закрутилось вновь. Евгений Трунин добавил, что правильнее будет назвать это изобретение преобразователем энергии – тепловой в механическую. Своё изобретение ученый намерен доработать – установить фитили, которые будут подтягивать воду. Сама идея преобразователя родилась у Евгения еще 30 лет назад, но реализовать ее удалось только сейчас. Осталось его запатентовать как объект авторского права. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Последний домашний матч в уходящем году футболисты клуба «Рязань», выступающие в зоне «Центр» ПФЛ, провели ярко и по-галеодорски насыщенно, на радость болельщикам. Соперники «Металлург» видно, звезд с неба не хватают, но все же в первом тайме попытались дать хозяевам настоящий бой. Подгоняемые болельщиками футболисты «Рязани» последний домашний матч в этом году начали с места в карьере. Уже на пятой минуте могли открывать счет. Явно домашней заготовке не хватило реализации. Впрочем, давление хозяева усиливали с каждой минуты. Казалось, забитый мяч – дело ближайшего времени. Но «Рязанцам» не везло. Как, например, в этом моменте, когда Константин Котов попал в штангу. Нужны были коррективы. Немножко академично играли. Не получался быстрый переход из обороны в атаку. Соперник успевал всей командой отойти в оборону. И поэтому возникали трудности. Кому, как не Виктору Новоченко, знать, как нужно усиливать атакующую мощь после перерыва. В середине 90-х он сам наводил ужас на защитные порядки соперников, выступая за камышинский текстильщик. Поэтому вовсе не удивительно, что после разговора в раздевалке его подопечные вторую половину начали буквально летая по полю. В течение ударной пятиминутки Николай Бояркин, Александр Барков и Тимур Дудайте довели счет до крупного. А довершил разгром с пенальти Евгений Дегтярев. Ошибки пока у нас есть. Как мы на них реагируем, это, наверное, вопрос роста. У нас в среднем в каждой игре от трех до шести игроков, которые дебютируют в профессиональном футболе, получают первый опыт. Поэтому это сейчас просто ступеньки роста. После крупной победы рязанцы закрепились в пятерке лидеров дивизиона. До конца года они еще сыграют в Саратове, а перед своими болельщиками футболисты предстанут уже в следующем году, 1 апреля. Максим Васильев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». «Благодарение» выставку с таким названием презентовала рязанцам художницам Марина Ибрагимова. Наряду с натюрмортами она представила работы по художественной вышивке и так называемому интуитивному творчеству. Валерий Седов оценил масштаб. «Мир прекрасный», «Санцеворот» – все эти панно можно увидеть на выставке художественной вышивки Марины Ибрагимовой. Художница народного искусства продолжает традиции ремесленников рязанского края. На одно такое панно уходит от одного до трех месяцев. Главными же качествами для создания своих работ Марина называет терпение, усидчивость и любовь к тому, что ты делаешь. На выставке «Благодарение» каждая работа несет в себе частицу ее души. Самые выбрала интересные по тематике и по сюжету, по орнаменту. По нашим рязанским традициям я выбрала эти работы. Марина Ибрагимова также реализует себя в живописи и графике. Она пишет маслом и акварелью. Последние два года художница увлекается интуитивным творчеством. Интуитивный, как я понимаю, я нахожу какой-то колорит, цвет красок как бы вносишь на холст. И потом смотрю сама, что из этого, какой образ рождается. И я как бы доделываю такую работу и уже заканчиваю ее уже какой-то образ, если у меня там увиден был. Марина Ибрагимова продолжает традиции живописцев Лизанского края, сохраняя красоту старинных орнаментов. Ее работы выставлены в Государственном художественном музее имени Пожалостина, в региональном государственном историко-архитектурном музее-заповеднике и в частных коллекциях России, Италии, Испании, Польши и других. Наверное, постепенно все-таки все такие, в таком уровне произведения будут находиться в постоянных экспозициях музея, потому что это шедевр. Посетить художественную выставку «Благодарение» может любой рязанец в Музее истории молодежного движения. Вход бесплатный. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». На этом у нас все еще больше новостей. На нашем сайте www.gorod62.tv и на наших страничках в соцсетях. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok